Современный мир плох. Он не гуманен, нечестен и несправедлив. Это мир денег. Он не для людей. Он для тех, кто эти деньги делает. Для банкиров и финансистов. А люди лишь выполняют при них роль какой-то обслуги. Дворцы им подметают. Что лежит в основе благосостояния общества? Труд. А тогда почему банкиры живут в сто, в тысячу раз лучше рабочего? Крестьянина. Биржевой спекулянт почему живет лучше? Да все они. Они что, больше трудятся? Чушь. Смешно и говорить даже. Да они даже и не производят ничего. Никаких материальных ценностей. Тогда почему? Не знаете? Более того, удивляетесь, наверное, и сейчас все это слушаем. Причем совершенно искренне. Ну как? Банкиры рабочие. Это простой работяга? Как я или мой сосед Васька, что ли? Хм. Сравнили тоже. Банкиры – это банк, деньги, связи. А мы с Васькой кто? Никто. И звать нас никак. Естественно, банкир живет лучше. А между тем, ничего естественного тут нет. Просто все так уже привыкли к подобному положению вещей, что воспринимает его как должное. Как нечто само собой разумеющееся. Что так устроен мир. Банкир и должен жить лучше. Иначе и быть не может. Но иначе быть может. Так почему все ж таки? Почему банкиры трудятся меньше, а живут лучше? Лучше рабочего у станка, шахтеров за боем. А? Впрочем, интуитивно вы уже и сами нащупали ответ. Потому что банкир – это деньги, банк. Вот именно. Деньги. В них-то вся и суть. Основа основ. И вот о них-то, о деньгах, нам и следует поговорить поподробнее. Что же такое деньги? Никогда не задумывались? Средства расчета, мерила труда, как нам внушают с детства, балбливают буквально чуть ли не с пеленок. Надо трудиться, работать, деньги сами с неба не валятся, их надо честно и в поте лица зарабатывать, ну и прочее, прочее, прочее. Знакомо, не правда ли? Скажите это, кстати, какому-нибудь Абрамовичу. Честно и в поте лица все заработавшему. Все свои миллиарды. Ну так, по приколу. Вот обхохочетесь. Да, надо трудиться. Только что в итоге? Копеечные пенсии, полуголодная старость, нищета. Всю жизнь прогорматился на чужого дядю, у тебя отняли все силы и все здоровье, выжили как лимон, а потом просто выбросили на помойку, как обычный мусор, как отработанный материал. Это надо. А ведь таковы реалии, ужасающие реалии современного общества. Именно это всех нас в итоге и ждет почти наверняка. Именно этим, в нынешнем мире, у подавляющего большинства людей, все и заканчивается. Как до этого закончилось у их матерей и отцов, бабушек и дедушек. Как закончится при нынешнем положении вещей и у их детей, внуков, правнуков. Потом свой черед, и у их детей и внуков, и у их... Так устроен мир. Почему? Это же все неправильно, несправедливо. Так не должно быть. Почему одни имеют все, а другие ничего? Почему одни купаются в роскоши, жир убезятся, а другие концы с концами деле сводят? Не знаю, чем детей кормить. Хотя и те, и те честно работают. Почему? Ведь все же мы люди, братья. Все же мы равны. Тогда почему? Да потому что все кругом ложь. Одна огромная, сплошная, чудовищная, нарумянинная ложь. Не верьте ничему, что вещают вам ежедневно с телеэкранов в сытые холеные хозяева жизни. И люди вовсе не равны им, и деньги совсем даже не мерило труда. Все это вранье. Наглое и беззастенчивое. Вранье, вранье, вранье. И еще раз вранье. Развесистая клюква. Лапша, которая вам ухмыляет, спешит на уши. People how it. Зачем? А чтобы легче было вами управлять. Вот вы и олигарх. Да обычно никчемный депутаткишка даже. Вы равны? В чем? Живете вы по-разному, питаетесь по-разному, отдыхаете по-разному. Да он в день тратит больше, чем вы за год. У него жена из Куршавелли не вылезает, а ваша? Он в лучших швейцарских клиниках лечится. А вы где? Его дети и ваши. Сравнили? Ну и в чем же вы равны? А, наверное, в правах. Что-то про права-то я и позабыл. Как типа в нашей российской конституции записано, да? На заборе, кстати, тоже много чего написано. Почитайте на досуге, проникнитесь. Ну-ка, ну-ка. И какие же это скажите на милость? У вас с ним прямо права такие равные-приравные. Просто любопытно. Право на труд? Что ж, есть у нас в стране такое право. Есть. Кто спорит? Трудитесь? На благо. Вы устаночка на заводе, а он, как говорится, каждому своем. Право избирать и быть избранным? Ну, избирайте это, конечно, пожалуйста. Избирайте на здоровье. Голосуйте. Чура все равно все правильно посчитает. А вот насчет быть избранным. Вы избирательщик куда-то собрались? А денежки у вас есть? Петь имейте. Золотой запасец. На предвыборной кампании, там всякие и прочее. Нет? Ну, так и дышите ровно. Идите к своему станку, калывайте и дальше, и не рыпайтесь. Не суйте со свиным рылом, да в калашный ряд. Он для тех, которые почище. Все уже и так ясно, надеюсь. Какие у вас в обоих равные права, и у кого они равнее. Это касательно равенства и всеобщего братства. Теперь перейдем к деньгам. Примирило труда не будем. Это сказки для идиотов. Никакие не вовсе не мирило. Значит бы вы как сыр в масле катались. Но тогда что же они? Узы. Оковы. Цепи. Прочные, нерешимые цепи, которые надежнее любой стали удерживают в прегновении рабов. Каких еще рабов в 21 веке? Каких-каких? Да нас с вами. Всех вокруг. Вас, меня, его, ее. Всех. Ибо все мы рабы. Рабы денег. Ты свободен. Ты свободен. Но на самом деле они есть. И ни черта ты не свободен. Свобода это иллюзия. Деньги. Вот во что все упирается. Но куда ты можешь пойти без денег? Сейчас не каменный век. В пещере не поселишься. Шкуры звериные не оденешься. Мамонта не добудешь. Ты где они, блин, эти мамонты? Нужен дом, одежда, пища. А это все деньги, деньги, деньги. И опять деньги. Ведь все вокруг только за деньги. Без них, проклятых, ни шагу. А где их взять? Правильно заработать. З-а-ра-бо-тать. Слышите? Звон цепей, свист кнута и крики на отсмотрщик. Вы никогда не задумывались о том, что торговать собой аморально, что это сродни проституции. Продавать собственные силы, ум, свое время. Чем это, собственно, отличается от торговли собственным телом? Да, но должны же люди работать, возразите вы. Если все работать перестанут, то что же это тогда будет? Опять в пещере переселимся и в шкуры звериные все оденемся. Правильно? Все правильно. Я же и говорю вам, что ничего практически за все эти века на Земле не изменилось. И столь же убедительные доводы звучали наверняка еще и во времена Оно, когда их толковали рабовладельцы своим строктивым, непонятливым рабам, которые работать на них почему-то не хотели. Глупые. А позже, уже сравнительно недавно, уже в исторические времена, помещики своим крепостным. И если вы работать иродой перестанете, землю пахать, сеять и держать, то что же это тогда будет-то? Все рухнет, все общество. Но вы все с голода передохнете, одичаем. Да, работать необходимо. Трудиться, созидать, создавать что-то новое, общественно полезное. Иначе общество погибнет, деградирует. Но трудиться надо, во-первых, добровольно, а не за миску похлебки. Не для того только, чтобы просто выжить. Заниматься надо тем, что тебе нравится, что тебе по душе. И во-вторых, коль уж на то пошло, раз надо, то именно всем. Все ведь равны, вот пусть все и трудятся. Ситуация же, что одни зарабатывают деньги, в шахте, у станка, потом соленым, да кровавыми мозолями их добывают, а другие их просто рисуют, болтая ножками, потягивая дорогой виски или коньячок. Ненормальное, неприемлемое и недопустимое в принципе. И никаких объяснений и оправданий в таком положении вещей быть не может. Абсолютно. Деньги – это всего лишь резаная бумага. Фантики – ничем абсолютно не обеспеченные. Их, соответственно, попросту рисуют, напечатают. А потом раздают рабам в качестве платы за труд. Дадут лишний фантик, повысив зарплату, и рабы счастливы. Фильм «Свадьба в Малиновке», помните? Бери, я себе еще нарисую. Шокированный? Увы, вот такова сэляви. Наша с вами горькая реальность. Как устроен финансовый мир? Пирамида. На вершине ФРС, Федеральная резервная система США, аналог нашего Центробанка, которая печатает доллары. Сколько? А сколько захочет, столько и напечатает. Нет, естественно, каких-то своих внутренних норм и правил она при этом придерживается. Старается, к примеру, не печатать долларов слишком уж много, чтобы они в конец не обесценились, и прочее, и прочее, но в принципе, сколько захочет. Своя рука владыкам. Внешних ограничений у нее, по крайней мере, нет никаких. Совершенно. Только лишь соображение целесообразности. Ниже стоят Центробанки разных стран, еще ниже все остальные, местные национальные банки. Это, конечно, все несколько упрощенно, но в целом соответствует. Нет, картину общую отражает. Зачем вообще нужны банки? О-о-о. Образно говоря, банки играют роль кровеносных сосудов в общественном организме. Через них деньги, кровь, от сердца Центробанк поступают во все его члены органов. Омывают их, несут им жизнь. Это не я, это любой учебник экономики. Причем здесь доллары, и какое отношение вся эта их ФРС имеет к нам грешно? А самое, что ни на есть прямое, непосредственное. Доллар ведь мировая валюта. А вы и не знали? Скажем, наш родной российский Центробанк, одна маленькая, но гордая птичка, рублей напечатали без разрешения америкосовской ФРС. Не-не-не, ни в коем разе. Поставили Америке нефть и газы на миллиард долларов, драгон резаных цветных бумажек с портретами великих американских президентов. Вот теперь мы можем и рублей на миллиард долларов со спокойной совестью напечатать. Теперь нам позволено. Только так? А иначе из МВФ выгонят и вообще рубль свободно конвертируемой валюты не будет. И куда мы тогда со своими деревянными денемся? Ну это бог с ним. Это уже тема вообще отдельного разговора. На сайте моем поищите, если интересно. Не будем отвлекаться. Вернемся к пирамиде. Ну хорошо, кровеносные засуды, омывают, все это, конечно, очень благородно. Но вот главный-то вопрос. Почему все же банкир лучше рабочего-то живет? Ну и что, что он кровеносный сосуд? Премию ему за это давать? Талоны на усиленное питание? А я вам дома строю или хлеб пеку. Это тоже очень важно. Он что, больше моего работает? Нет. Тогда почему? Да, и еще вдогоночку. Вопросец. Я вот работаю, работаю, пошел, как папа Карл с утра до ночи. Да, общественного блага таки, постараюсь. А все с кредитами никак расплатиться не могу. И все мои знакомые точно так же. Это как, нормально? Это же явно все неправильно, несправедливо. Такая вечная кредитная кабала. А кому я должен? Банком? Этим кровеносным сосудом, мать их за ногу. Все, блин, намывающе. Нафиг мне нужны такие омывания? Дурит нашего брата, короче. Вот и все, как обычно. Пользуйся тем, что нам, простым работягам, разбираться во всем этом некуда. Во всех этих хитромудростях. Семью кормить надо. Вот и пользуются. На нашем горбу гады катаются. А то члены его органы, знаем мы эти члены и органы, да я... Тише, тише. Спокойнее. И давайте тогда разбираться вместе. Окей? Спокойно и не торопясь. Только придется уж поднапрячься, предупреждаю сразу. Не так-то просто распутать за пару минут то, чтобы он запутывал лизовика. Лучшие и изощреннейшие мы человечество, поднаторевшие в этом своем иезуитском мастерстве. Но попытаемся. По крайней мере, продемонстрируем кое-что наглядно из жизни современных банков. На живом примерчике, так сказать, покажем все. Что подоходчивее. Вам понравится. Итак, представьте себе следующую весьма обыденную ситуацию и следите за руками. Пусть есть некий Оля и Коля. И есть еще Иван Иванович. Банкир Оля и Коля. Они оба у него деньги свои хранят. Ну, поэтому и по имени-отчеству с вложением. Коля очень хочет купить у Оли ну, скажем, велосипед. Но у него нет денег. Точнее, есть, но мало. Всего только 10 рублей. А Оля хочет за свой драгоценный велосипедик аж целых 100. Проблема. Как поступает Коля? Ну, очень ему хочется. Загорелся парень. Выручает Оля эти свои 10 рублей в качестве задатка и просит слезно никому больше велосипедика пока не продавать. Скоро, мол, он и остальные деньги принесет. А сам тем временем бежит в свой банк к уважаемому Ивану Ивановичу за кредитом на недостающие 90. Денег у Ивана Ивановича у самого сейчас как на грех не густо. Но он знает прекрасно пара 10 рублей которые Коля уже отдал Оле. А куда их Оле денет? Правильно в банк свой положит. К Ивану Ивановичу все там уже. Поэтому Иван Иванович просит Коля прийти завтра в расчете на то, что на завтра эти Оли на 10 рублей у него уже очутятся. На следующий день Оля приносит 10 рублей в банк. Банк выдает на эти 10 рублей кредит Коле. Коля тут же вручает их Оле. Та снова кладет в банк. Банк снова выдает их в качестве кредита Коле. И так далее. Пока дурачил Коле таким образом на велосипед себе не насобирает. Не запутались еще? Терпите, терпите. Говорю же, демоны тысячу лет запутывали. Глаза вам отводили. Экономисты, финансисты тудыких качель. Ну и ничего. Распутаем. Разберемся. Что же мы имеем? Велосипед перешел от Оли к Коле. Вау! Зато Коля должен теперь банку Ивану Ивановичу 90 рублей. А банк в свою очередь должен 100 рублей Оле. Другими словами, те 10 рублей, которые изначально только и были у Коли, превратились неким волшебным образом уже в целых 200. 190 рублей долгов плюс 10 рублей реальные. А могли бы и в тысячу, и в миллион, и в миллиард. Если бы покупка подороже стоила. Просто червонец бы побольше по рукам погулял, а больше бы цикла своих совершил круга оборотов. Вот и все. Так это что же такое получается? Ратуйте, люди добрые. Банки выходят, тоже деньги плодят? Мало нам ФРС, пес уж с ней. Так теперь еще и банки. Все короче, кроме нас с вами. Одни мы не при делах на этом празднике жизни. А вот бы тоже чуток поплодить, порисовать. Причем совершенно ведь бесконтрольно плодят. А мы тут еще удивляемся, почему же это банкир живет лучше. Вот дурачки наивные. Ясно теперь почему. Кто деньги рисует, кто-то живет. Но и этого мало. Бедный Коля с банком теперь не рассчитается никогда. Как бы усердно он не работал. Просто он глупо еще в этом не подозревает, что он теперь в рабстве у банка. В Кабале кредитные навеки вечные. Ведь тех 90 рублей, которые он должен Ивану Ивановичу, просто нет в природе. Их не существует. Вообще. Хитрый Иван Иванович сделал их из ничего. Сотворил буквально из воздуха. Щелк и 10 рублей превратились в 200. Да, но банк ведь и сам должен Оле 100 рублей, возразите вы. Он тоже получается у Оли в Кабале и рассчитаться с ней никогда не сможет. Так в чем же тогда его профит? В чем тут фокус? Ха! В чем фокус? Да в том, что таких Оли у банка много. Тысячи и миллионы. И все они одновременно за своими деньгами. ему никогда не явятся. Придет одна Оля, банке деньги в детали других Оля отдаст. Только и все. То есть банк и его долг совершенно не страшен и не обременителен. Он, по сути, виртуальный. Чисто на бумаге лишь существует. Ну или в компьютере. Реально же платить его никогда не придется. В случае паники разве что, когда перепуганные Оли примчатся вдруг за своими деньгами все разом. А вы думали, почему банки лопаются? Вот именно поэтому потому что денег там на всех Оль не хватает. Воздух там один до 90%. Сиреневый туман. Итак, у банка все нормально. Он цветет и пахнет. О нем можно не беспокоиться. Но совсем иначе дело обстоит у Колина. Вот ему доплатить придется. Сполна. Еще как придется там с процентами и штрафами. Сами знаете. Брать новые кредиты, потом еще следующие и еще. И так до бесконечности. До самого конца. до самой своей смерти. Выхода из этой кредитной удавки нет. Не существует. В принципе. Все. Ловушка захлопнулась. Коли теперь вечный должник банка. Он его раб. Он будет на него теперь пахать, пахать, пахать и пахать. Пока не умрет. И все равно они расплатятся. А потом будут пахать его дети, внуки, и тоже все будущие рабы банка. Точнее и той чудовищной людоедской мировой финансовой системы, которая весь этот безжалостный бесчеловеческий механизм породила, которая должна быть наконец уничтожена. Финансовый апокалипсис. Только он один может разорвать наши финансовые цепи и всех нас спасти. Освободить наконец от векового раба. В его всеочищающем пламени сгорит бесследно старое и зародится новое. Сгорит и по ветру перемен развеется ФРС. Проклятый ненасытный скрут, паук, опутавший своими липкими финансовыми сетями весь мир. Сгинут и сгорят банки в их нынешние люди. Ничего они не омывают, не верьте. Гибель они несут всему живому, соки высасывают. Это паразиты на здоровом теле общества. Раздувшиеся от нашей с вами крови клещи, прожорливые ненасытные пиявки, намертво к нам присосавшиеся. Что они собственно делают полезного? Кредиты дают под свои грабительские проценты. А почему банки вообще взимают проценты за кредит? Никогда не задумывались. Ростовщичество всегда было презираемо во все времена и у всех народов. А сейчас оно узаконено. Почему? Ведь если человек берет в банки кредит, он ведь берет его для чего-то, чтобы что-то новое, хорошее создать и произвести, реализовать какой-то свой проект. Он же для блага всего обществу старается, и для банкиров в том числе. Он что-то полезное для всех нас сделать хочет. Его поощрять надо, поблажки и скидки ему делать, а не три шкуры с него драть. Но нынешние банки не для того созданы. Им не интересы общества важны, а лишь свои собственные. А общество люди их не волнует. Нынешние банки это верные слуги ФРС, это жадные и алчные кровососы, мелкие упыльки и урдалаки на службе у гигантского и злого монстра, у чудовищного современного графа Дракова, кровь у всех нас и будет пить и дальше у наших детей и у наших внуков, если его не остановить, не уничтожить. Осиновый колын и серебряные пули. Апокалипсис, только финансовый апокалипсис. Иного выбора у нас уже просто нет. Мы не рабы, мы люди. И мы выбираем свободу. И свобода это уже на пороге. Теперь с появлением МММ финансовый апокалипсис не впротив. Неизбежен. Отныне это лишь вопрос времени. Зерно брошено и оно прорастет. Оно уже прорастает. Вот прямо сейчас, в эту самую минуту. Оно не погибнет. Что такое МММ? Глобальная касса взаимопомощи, Всемирный народный банк, финансовая и социальная сеть, как угодно можно называть. Суть не в названии. Суть в том, что это добровольно-неформальное объединение миллионов и миллионов людей по всей земле, восставших против финансового рабства, решивших объявить войну ФРС и банкам и победить в этой войне и объединивших для этого свои капиталы. Пусть у каждого в отдельности они и небольшие, но людей много, миллионы, и вместе это уже сила. Огромная сила, непобедимая и с каждым днем все растущее. И за счет чего банки существуют, кровописные? За счет олигархов? Миллиардеров? Нет, за счет тех же самых обычных маленьких людей, хранящих у них свои скромные сбережения. МММ выбивает у банков почву из-под ног, раскрывая людям глаза. Почему люди несут деньги в банки под грабительские 8% годовых, при инфляции 25% и выше? Да потому что альтернативы никакой нет, банки монополисты, а куда еще деньги-то низкие? Как Оле, только Иван Иванович. Не в этот банк-то в другой, не этому Иван Ивановичу так другому, Петру Петровичу, Сидор Сидоровичу, а все они одним миром мазаны, все родные детки добрые и заботливые вамаши паучихи ФРС. Все они паучата. И вот теперь альтернатива наконец-то появляется. МММ, это твое родное, здесь люди помогают друг другу, сегодня помог ты, завтра помогут тебе. Вот принцип МММ. Ты хочешь, чтобы зажравшийся банкир купил на твои деньги себе лишний лимузин или построил очередную виллу? Хочешь стать очередным Колей или очередной Олей? Очередным рабом? Вступай лучше в МММ и пусть твои деньги помогут тем, кто в них действительно нуждается. Малоимущему, инвалиду, пенсионеру, многодетной матери. Возлюби ближнего своего, помоги ему. МММ это своего рода одна большая общая тубочка, куда все люди складывают свои деньги. А потом берут по мере необходимости. Столько, сколько в данный момент им необходимо. Не хапают, а именно берут. Ведь на самом деле денег человеку не так уж много и надо. Важно лишь сознание, что они у него есть. Уверенные завтрашним днем. Вот что действительно по-настоящему необходимо каждому. А МММ как раз и дарит людям эту уверенность. Дает ощущение сопричастности, что ты не один. Что в трудный момент вверх всегда подставят плечо, придут на помощь. Что тебя не бросят. МММ это ячейка нового общества, более светлого и чистого. Нового мира, где уже не будет денег, нынешних денег. Где все будет иначе, все будет по-другому, честно, справедливо. Где не будет никаких рабов и никаких хозяев. Где трудиться будут все. Для собственного удовольствия и на благо всего общества. И где добро, победит наконец зло. Все это будет. Непременно. Добро пожаловать в систему. Сергей Дефис Мавровин. Точка ком. Ждем вас. Мы можем многое. Мы меняем мир. И мы его изменим. Все будет МММ. Финансовый апокалипсис неизбежен. Субтитры создавал DimaTorzok